Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравого смысла, с вами Рослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема белорусская сварщица в Финляндии. На этом нужно много говорить про макроэкономические показатели, про экономическую политику, про правительство. Но иногда конкретные кейсы конкретных людей просто настолько убедительнее и важнее, что можно как раз их и делать определенные выводы. Татьяна, молодая девушка, 31 год, находится сегодня в Финляндии, родом из Могилева, работала с 18 лет, работала на себя, поехала в Минск, перепробовала самые разные специальности. Девушка хотела быть самостоятельной, прошла очень тяжелый путь, и продавцом была, и аниматором, и ездила по разным странам, зарабатывала. В общем-то хотела быть self-made woman, хотела сделать сама себя. Делала она в Беларуси, не получилось, сделала в других странах очень сложный хлеб на самом деле. И вот она решила поехать попробовать себя в Финляндии. Финляндия страна Европейского Союза, скандинавская культура, труда, ответственности. Она устроилась на одну работу, устроилась на другую работу. И вот кто-то посоветовал ей попробовать себя в качестве сварщицы. Сварщицы, представляете, молодая симпатичная девушка и сварщица. Ждала, ждала. Проблемы были с визой, но она их преодолела, и в конце концов начала работать вот по этой специальности. Деньги есть, работа есть, ответственные отношения есть. Работает, зарабатывает. Купила себе за 68 тысяч евро квартиру. Таунхаус, да, конечно же, не в центре столицы, безусловно, но это в 31 год уже ее жилье. Выплачивает кредит, платит 1,5% на 20 лет. Заработка хватает, на еду тратит 300 где-то евро. Вот пример того, как девушка белорусская попала в совершенно чужую незнакомую страну и начала карабкаться вверх. И она, конечно, через пару-тройку лет получит паспорт, будет финской гражданкой, выйдет замуж, нарожает детей, 3-4 ребенка будут гражданами Финляндии. Как вы думаете, Татьяна с ее опытом, капиталом, знанием вернется в Беларусь? Так вот, смотрите, к вопросу о том, что говорят белорусские власти относительно Европейского Союза. Что там плохо, там чуть ли не на каждом углу геи-лезбианки, там на каждом углу крючки, которые заманивают вас в НАТО, в подкаблук ненавистной Америки. И вот конкретная жизнь, конкретные люди с ее бытом, образование, есть здравоохранение, есть работа, есть главное, чтобы был труд, было желание работать и, собственно, совершенствовать жизнь по правилам. Как только ты не нарушаешь какие-то определенные правила, да, ты платишь штраф. Записался в крючок, сходи, ты не можешь не сходить, потому что заплатишь штраф. Но это культура, которая распространяется на всех. И поэтому Финляндия, смотрим мы по уровню на душу населения, почти 50 тысяч долларов, одна из самых успешных, самая качественная система государственного управления, на заглядение инноваций, пожалуйста. А как вы думаете, на финская сварщица работает в таких же условиях, как белорусский рабочий или крановщик, например, на Белазе или на Мазе или на стройке белорусской? Совершенно нет, все аккуратненькие, чистенькие, никакого дискриминационного отношения нету. Делаешь свою работу и все, и ты в почете. И вот, друзья, это к вопросу о том, куда, какую ориентацию нам выбрать. Где здравый смысл подсказывает? Европейский союз с его институтами, отношением к обыкновенному человеку? Или Раша, Рашистская империя, которая только 30 лет и делала, что критиковала тот самый Запад, зарабатывая на нем вместе с ним. И вот нам нужно сделать сегодня этот выбор. И вот смотрите, на примере обыкновенной девушки из Могилева. Без связи, без контактов, без денег, только с трудолюбием, которая сама своими лапками билась, 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 билась. Вот она поднимается. Пример совершенно потрясающий, потому что многие в Беларуси трудолюбивые, ответственные, хотели бы жить и работать так, чтобы к 35-40 годам иметь свой дом, иметь свою семью, иметь все необходимое для того, чтобы успешно растить детей. И в Финляндии это возможно. Возможно ли это в Беларуси? Какой труд в Беларуси? Какая производительность труда? Можно ли рассчитывать на то, что ты, начав работать честно-ответственно, станешь зарабатывать больше? Пройдешь вверх по карьерной, по профессиональной лестнице? Таких случаев очень-очень мало. В Финляндии же, в Европейском Союзе, это норма. Поэтому, друзья, вместо того, чтобы эту норму убрать в качестве нашей национальной, белорусские власти решили взять другую норму. Советскую, совковую, основанную на дискриминации, на диктатуре, на поражении прав и свобод человека. В результате мы что получили? Получили страну, из которой быстро-быстро уезжает население. За последние 30 лет мы потеряли больше миллиона, будем терять его еще больше. Население стареет. И молодежь вслед за Танем, Таней, а вот таких девушек на самом деле тысячи, десятки тысяч молодых людей, которые могут показать своим сверстникам, что такое жить и работать в среде, где есть политическая, гражданская и экономическая свобода. Поэтому, друзья, выбираем, думаем. Финляндия может прийти в Беларусь, если только белорусы захотят этого. Это самое главное. Спасибо большое за внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Жыве Беларусь! Слава Украине!